В микрорайоне пятая площадка вечером среды неадекватная автолюбительница повредила две иномарки и скрылась с места ДТП, в котором получила травмы 45-летняя хабаровчанка. К месту аварии блондинка на Ниссане Жук приближалась по улице Вологодской. Не слишком хорошо вписав свою машину в поворот, она оцарапала левый борт Тииды, на который ей навстречу ехала 29-летняя хабаровчанка со своей семьей. Нарушительница останавливаться не стала. Через несколько секунд беглянка врезалась в еще один автомобиль Сузуки Кей. Супруг автолюбительницы успел побеседовать с виновницей аварии на месте второго ДТП. 45-летняя хозяйка Сузуки во время неожиданного столкновения ударилась головой. Для женщины вызвали скорую. Диалог с устроившей ДТП нарушительницей не складывался. Судя по ее не слишком связной речи, горожанка изрядно выпила перед тем, как сесть за руль. Я дверь открываю, говорю, девушка, у вас все нормально? Она, а у вас? Я думаю, ну и как бы запах алкоголя резкий такой, ну в нос. Я как бы человек не пьющий, поэтому сразу, что резко так. Я думаю, ну понятно все. Немного поразмыслив, нарушительница решила, что здесь ей больше делать нечего. Она тронула машину и довольно энергично поехала прочь. Горожанин вставать на пути пьяной автолюбительницы не рискнул, тем более, что она еще и проехала по ноге, хозяйки Теиды. То есть вы прямо перед капотом были? Да. Ну я перед ней остановился, я ей машу, мол, стой, куда поехала? Вот. А она просто газует, если тормозить, она явно не собиралась. Тем более, ну человек неадекватный. Я как бы отскочить-то успел, ну и жена здесь, она вот раз и уехала. Так выходит, она еще чуть наезд не совершила? Ну да, я же говорю, она неадекватная, она в смысле пьяная совсем. Она даже разговаривать толком не могла, она еле там. Участники событий сообщили сотрудникам ГАИ госномер уехавшей машины. Отыскать нарушительницу труда не составит. Если за пьяное вождение ее привлечь к ответственности уже не удастся, то прав ее лишат за оставление места ДТП. Оно было оформлено по всем правилам. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Павел Рогатин. Продолжение следует...